Лили, идите сюда к нам, уважаемые. Героиня нашего эфира добралась до нас за 10 минут до его окончания. Микрофон у вас есть? Я хочу посмотреть. Нет. Так, уважаемые, где у нас... А зачем мне микрофон? Зачем Лили микрофон? У неё какой-то кругозор. У неё громкий голос. А, да. Вы знаете, я могу сейчас сделать уникальную вещь. Вы сейчас можете говорить в микрофон Олега Роя. Я не знаю. Это мы... Она неравный враг или против? Да мы здесь как-то все как-то хорошо всё относимся. Нет, одна я, по-моему, плохо отношусь, потому что я всё пытаюсь какие-то подковыки найти. Ну так вот, до нас добралась-таки... Сейчас пока несут вам микрофон, давайте я уже скажу, кто к нам пришёл. Певица Лили и, кстати, а где ваш муж, собственно... Машину паркующую. А муж и продюсер певицы Лили, паркующей машину, Константин Щербинин, старше её... На 30 лет. На 30 лет. И вот как раз тут тот самый союз, к которому мы вот буквально несколько секунд назад перешли. Мы тут начали кости перемывать всем тем, понимаете ли, кто благодаря своей молодости получил весьма уважаемого покровителя в сфере шоу-бизнеса, причём не только покровителя, но и человека, который готов продвигать карьеру весьма талантливого. Ну, в данном случае мы говорили о молодых певцах, да, и вспоминали двух весьма хороших певиц, которые, в общем, будем так говорить, способствовали тому, что некие имена на этой сцене появились. Микрофон нам принесут или нет? Я хочу уже с Лили общаться. Можно я тоже задам её? Я вам тоже хочу. А сколько вы вместе, если не секрет? Два с половиной года. Два с половиной года? Я тебе буду сейчас говорить. Ну, контракт у нас на 20 лет. Он хотел подписать на 7, я сказала, только на 20. Контракт брачный? Нет, он контракт как музыкальный. С продюсером. У меня вообще слышно? Нет, как там? Слышно или нет, спрашиваю. Что такое, чтобы никуда не делся? О, Господи. Потому что, когда артист остаётся без продюсера, они, конечно, такие всё очень умные, думают, что, а, мне продюсер не нужен, на самом деле, если артистом никто не занимается, артист резко так. А ты откуда, явление твоё в столице случилось? В смысле откуда? Из какого города вы, дитя моё, спросила Наталья. Пять лет назад приехала из города Калининграда. Скажи, а ты была с такими агрессивными позами? Или это он тебя за два с половиной года уже так молчил? А вы сейчас меня пытаетесь на провокацию убить? Нет, 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 боже упаси, что? И у вас есть конкретный вопрос по теме. Конкретный вопрос по теме. Ваш неравный брак сделал вас более уверенной или нет? Проходите, проходите. На помощь! Нет, нет, вы к Наташе, к Наташе рядом, не к Наташе, а к Лиле рядом, да, а то вы к Наташе сразу побежали. О, да. Значит так, во-первых, все знают, что женщины гораздо быстрее взрослеют и гораздо быстрее стареют, чем мужчины. И, соответственно, уровень развития у женщины всегда выше, чем у мужчины. И два ровесника, они априори не могут быть вместе счастливы. Почему? Потому что мужчина, когда ему будет 40, он еще только будет на пике, а женщина, к сожалению, уже на закате. А знаете, в чем хорошо молодая жена? В чем? На нас дети смотрят, я вас смотрю. Тем, что никогда муж не увидит ее старой. Да, кстати. Слушайте, а вас не смущает, что вы увидите старого мужа? Ну, мужчина, он же как хороший коньяк. Я уже старый. Он только крепче и прекрасней. Вы знаете, но есть еще эффект вина, когда вино превращается в уксус. Хорошее, может быть, вино, знаете. Ну, это не наш случай. Не ваш? Нет? У нас любовь, мы друг друга любим. Я дед, у меня пятеро детей, внук уже 8 лет во втором классе. Ну, вот вы ему сколько лет дадите? Вот ему 50. Да. Хорош. Мне всегда. Хорош. Слушайте, а может быть, здесь, кстати, вот скажите, а почему вы обратили внимание, нет, не конкретно на Лили, а почему вы искали девушку именно такого возраста? Что вас заставляло быть в этом поиске? Я не искал, да, дело в том, что они меня все сами находят. Вот Лили меня сама нашла. Точнее, как, мы случайно встретились в караоке-клубе. Она пела, а я зашел посмотреть. Точнее, я сексуально ела мороженое, а он не смог устоять. А потом я уже пела. Давай, откровенно. Началось все с мороженого. Она была с подружками, их было четверо, но обратила внимание на Лили. Вы знаете, я хотела бы, чтобы сейчас свои вопросы вам смогли задать наши уважаемые эксперты. Мы здесь такую теоретическую базу подвели. Олег Рой, Наталья Толстая, писатели, психолог, пожалуйста. Вот мы сейчас с вами теоретически разбирали тот вопрос. Он старше, она моложе, что из этого может выйти, какие существуют отношения, альянс, мезальянс и так далее. Вот о чем можно спросить вот эту пару, как вы считаете? У меня нет к этой паре вообще никаких вопросов. То есть все отлично? У них консенсус, да. То есть он нашел то, что искал? А что вы вкладываете в понятие любовь? Ну, на самом деле, меня как-то вот, ну, в принципе, ровесники никогда вообще не интересовали. Мне всегда нравились мужчины намного старше. Я считаю, что мужчина обязательно должен быть старше и минимум на 15 лет, но в нашем случае получилось на 30. Да, чуть-чуть побольше. Мне нужно, чтобы мужчина уже нагулялся, чтобы уже не изменял. А у вас есть такая уверенность, что он нагулялся или лег? Это-то точно, да. А как ты узнал? А как это? Потому что я их перед гленом вижу. Я по глазам вижу, я бы тоже не нагулялся. Ничего себе. Минуточку. Ну, я начнем с того, что 5 раз. Если больше нет джумалунги, я на грибу еще и залезу. А как же? Ну, мне почти столько же. Ну, почти. Это не почти, да. Ну, у меня большой опыт просто. Я 5 раз женат, 5 раз детей. Вот. И плюс я все время на виду, все время в шоу-бизнесе. И много, ну, много всего было в жизни. Ну, это не мешало вашему союзу. Нет, а сейчас, сейчас вот я остановился, поставил точку. Ну, бы со мной справиться. Какие измены? Ну, вы знаете, дело в том, что у нас здесь в студии не так давно был один весьма известный, да, что я вам скажу, Кайметов. У которого тоже, в общем, были похожие отношения, да, с тоже молоденькой девушкой. Союз не состоялся. По одной простой причине, что она... Ну, у Кая вряд ли что-то может состояться, союз с девушкой. Ну, вам-то, простите, виднее. Нет, он очень, как бы, выбирается, копается в них очень долго. Да, это раз, а во-вторых, как бы, я думаю, что еще... Лили, а после что, они не копаются? Нет, с ним, может быть, не может уже... Ну, а что во мне, какие во мне могут быть недостаточности? Что во мне копаться-то? Я воду лучше искал. Да, где найдешь лучше? То есть, все, вы остановились? Да, я остановился. То есть здесь, в этой студии? Заявляю на всю страну, я остановился. Дело в том, что я ему сразу сказала, от меня мужики только на тот свет уходят. Других вариантов нет. Матыш, это вы черная вдова, что ли, простите? А что, опыт уже, экспириенс был подобный, нет? Никто не рискует. С чего-то надо начать. Слушайте, но, вы знаете... Я буду первым. Да, я хотела бы... Мы будем вместе вечно. Чудесно. Константин, скажите, пожалуйста, но мы же понимаем, что в данном случае речь идет еще о творческом союзе. Ну, представим себе, разошлись вы по творческому пути, да? Ну, бывает такое, бывает. Или, допустим, появился какой-то более перспективный вариант, опять же, женского вокала, да? Чуть более... Вокал не главное в шоу-бизнесе. Сексуальность, возраст, все это чуть лучше. Всегда можно найти лучше. Всегда. Какой бы совершенно... Пока нет. Нет, вот, золотые слова, пока, пока. Вы знаете, минуточку, мы сейчас все в социальных сетях, Даня, для кого-нибудь секрет. Здесь тоже есть критики, критиканы, кретины и прочие, кто критикует. Значит, я всегда говорю, ну, они вот там, туда-сюда, это лучше, то-сюда. Я говорю, пришлите, покажите, кто лучше, кто моложе, красивее, дороже, там, кто шпага ногу может задрать выше головы. Кто? Ну, никто не присылает. Все только говорят, что есть лучше, где-то там... Я видела, да, пусть теперь... Волочкова. Послушайте, 40, уже за 40... Не, ну, послушайте. Спасибо. Вы ее видели раздетой? Все странно видела. Все все видели на пляже. Не, ну, так и что, ну, как это может возбуждать? Ну, меня это не возбуждает Волочкова, Настя. Ну, причем уважение к ней, как к творческой личности, у меня... Ну, вы о шпагате говорите. Слушайте, а вот ваши друзья, вы же в одной возрастной категории, да, друзья-мужчины. Вы когда собираетесь, ну, так, в баньки попариться или там куда-нибудь сходить, лебедей... Или всегда рядом. Понимаете, курлы-курлы увидеть. Так вот, вы как, этим гордятся, тем, что моя-то 20-летняя-то ха-ха? Не знаю, нет. Нет, думаю, что нет. У нас вообще другие интересы с мужиками, как бы и... Вы женщины вообще не обсуждаете? Нет, обсуждаем. То есть моя старая калоша, понимаешь ли, 50-летняя, еле, значит, там, с внуками справляется, а моя-то 2-х и 20-летняя, ого-го, побежала, значит, за... Нет, есть о чем, просто есть, о чем поговорить. Это возраст, когда говорили о девочках в бане, уже прошел. Вот, мы говорим о литературе, искусстве, о бизнесе, о чем угодно. Встретит она такого матча, понимаешь ли, какого-нибудь... Ах, боже, что мы отпустите? Дело в том, что я уже тоже, в принципе, что я искала, я нашла, скажем так, перепробовав много чего, я тоже остановилась. Я всех отпускал всегда и всех благословил. Просто проблема всех женщин, что у них, как бы, до встречи с ним за плечами не было никакого опыта, и они не ценят то, что имеют. А я уже, уже ценю. В общем, она не сразу приехала в Москву и так все... И теперь она ценит. ...с глубокой каемочкой, да. Бывало, когда ей было туго, а те, вот, у меня даже был опыт с москвички, да, она не понимает, что такое. Она не ценит. Не, не ценит. Потому что в технических условиях... Да, девушка, когда вот немножко дохлебнула, и она понимает, что такое, типа... Лили, и еще один вопрос вам. Чудесный муж, замечательный, продюсер, чудесно, все, отлично. Приходит к вам, ну, я не знаю, Иосиф Пригожин. Иосиф Пригожин, и говорит, Лили, слушай, свою халошу оставляю, ты, only you, только ты. Но, правда, вот надо будет замуж выйти за меня. Проблема в том, что у меня цель не 140 миллионов, а 7 миллиардов. К сожалению, Пригожин тут не поможет. Дрожите, уважаемый, дрожите. Ежели появится, понимаете ли, Пол Маккартни, боюсь, что с супругой вы расстанете. Я боюсь, что у меня с моим типажом, как бы, выбор достаточно и был, и есть, и если мне надо, будет большой. Другое дело, что хочу ли я, а я не хочу. Но, вы знаете, все-таки в финале нашей программы можно сказать следующее. Мы тут много о чем говорили. Мне показалось, что, тем не менее, мы все сошлись в том, что это отношения, которые действительно напоминают Бартер. Уж простите за такие слова, но тем не менее. А может, и молодцы. Но, знаете, спасибо, Лили, спасибо, Константин. Хотите, но у нас, помимо Бартера, у нас присутствует, наверное, Бартер, но у нас еще и чувство есть. Чудесно. Я тогда хочу завершить нашу программу таким анекдотом. Двое мужчин. Идет шикарная женщина. Один пускает слюни, а другой проходит мимо. Тот говорит, ты что, такая женщина? Он говорит, слушай, а кому-то она вогде. Так что, понимаете, кому-то она вогде. Ну что, это было ток-шоу «Без компромиссов». Встретимся в следующую пятницу. Пока-пока.